Ну что, уважаемые коллеги, я бы сказала, доброе утро. Позвольте всем вам выразить свое огромное уважение, что столь ранний час, отраслевые вопросы, проблемы вас интересуют. И приветствовать на нашей, скажем, панельной дискуссии, мы так решили ее назвать. Раздаточный материал у вас у всех есть, надеюсь, да, как бы, да, темы и так далее. Позвольте в первую очередь поздравить всех наших юбилеев. В этом году у нас выставка юбилейная, и мы все с вами об этом знаем. 30 лет международной выставки, 100 лет российской книжной палате, 60 лет библиоглобусу, 50 лет московскому дому книги, 25 лет новому книжному. Я предлагаю аплодисментами от души всех. И позвольте передать слово для приветствия президенту гильдии книжников Борису Юсеньеву. Я сейчас, как бы, представляю интересы книжным сообществам. Так как, ну, прежде всего, хотел бы всех поздравить с самым главным праздником, который есть, это книга. Я так, у нас книга остается бумажная? Или нет? А еще сомнений у всех. Я тоже так понимаю, где тоже затормазил самгазин. Знаете, мне кажется, все встречи, которые у нас были до этого, они касались всех тех вопросов, которые у нас все планы. Но сегодня, что я удивился, наверное, пока включаю экран и вижу, крах книжного дела и книжного отрасла и так далее. То есть, там по себе, конечно, еще влюбленность, но тем не менее, у нас все-таки что? Книжное отрасли, книжное дело, книжное детство, и что-то, и тогда вот этого всего нет. И, надеюсь, мы сегодня с вами все-таки разберемся, что все-таки так, где мы находимся вообще-то, в чем мы занимаемся. Мы все занимаемся книгой. А кто мы есть? Орбис или что на самом деле есть? То есть, вот это законодательно, оно не утверждено. И регламентов и так далее, и так далее, их практически нет, или они отсутствуют. Я думаю, сегодняшняя встреча, она как раз почему понравена? Тем, чтобы уже ясно и понятно, просто мы должны, как книжное сообщество, принять определенные решения, которые, надеюсь, дойдут до самых представительных тех, кто принимает определенные решения. Именно в плане законодательства, это Дума, это Совет Федерации, вероятно, да, и разные комитеты, которые как бы что-то ведут, отвечают. Но до сих пор каких-то движений, которые должны упорядочить работу именно книжного дела, книжной индустрии или печатной индустрии. Вот видите, сколько разных названий, которые есть, да, и я думаю, что сегодняшняя встреча вам позволит как раз остановиться на чем-то, то, что будет соответствовать данному времени и данному происходящему, то, что не происходит, и не только в нашей стране, но и непосредственно, и в лишних республиках, в которых тоже такая же история. Еще раз хотелось поблагодарить вас и надеюсь, что вот эта панельная дискуссия, которая позволит нам с вами действительно по-настоящему выработать ту точку зрения, которая должна быть влечь в основу нашей дальнейшей работы с книгой и с читателем, с покупателем. Огромное спасибо. Позвольте также приветствовать руководителей книжных палат наших союзных государств аплодисментами. Мы предоставим слово для приветствия генеральному директору российской книжной палаты Лагиной Елене Борисовне. Добрый день, дорогие коллеги. Очень приятно видеть ваши заинтересованные лица, потому что, мне кажется, информационное взаимодействие в области – это одна из самых важных и сложных проблем. Потому что, создавая единую информационную платформу, мы практически создаем к развитию. И очень приятно сказала сейчас Сюзанна об этом, что у нас сегодня есть не только мы, Россия, но еще есть наши независимые государства и, так сказать, представители книжных палат. Потому что, на самом деле, в связи с тем, что у нас очень большая история и очень большие совместные работы, скажем так, мы интегрированы. Поэтому, если мы создаем пространство, то оно должно касаться не только России, но и, соответственно, страны СНГ, и мы об этом еще будем говорить. Поэтому очень приятно, что здесь сейчас мы собрались. А действительно, так сказать, вопрос информационного взаимодействия, вопрос единой информационной платформы очень волнует нас всех. Нас волнуют проблемы стандартов, нас волнуют проблемы форматов. Потому что вот это как раз все то очень важное, что должно быть, чтобы мы могли с вами вместе, так сказать, говорить об одном и том же. Потому что даже, к сожалению, сегодня, если мы берем какой-то единый разрез, ну, книжный такой, к примеру, или издатели, или библиотеки, по-моему, все книжное сообщество, мы видим, что отсутствие единого формата или там непонимания каких-то стандартов приводит к тому, что мы, в общем-то, не можем взаимодействовать. Даже, так сказать, примеров очень много. О печальных примерах не говорим. Наоборот, мы создаем единую платформу, и я думаю, что нас вы везде поддерживаете, что это надо делать. А Российская книжная палата, ну, я об этом и говорю во второй части этой конференции, но мы сейчас стараемся все делать, чтобы такую платформу создать. И прежде всего, начиная с вопроса законодательства, потому что вот и Борис Семенович уже об этом сказал, это очень важное законодательство. Ну, и кончаторскими технологиями, и, так сказать, как бы взаимодействием таким уже практическим. Поэтому я очень рада вас здесь всех видеть и надеюсь, что мы так и будем вместе работать и взаимодействовать. Спасибо. Ну что ж, позвольте тогда предоставить слово Гурбаевой Ларисе Федоровне, ведущему специалисту подразделения корпоративного обучения и развития персонала Торгого дома Библиоглоба. Лариса Федоровна нас ознакомит со всеми нюансами сегодняшней нашей полемики. Ну и самое главное, чтобы мы выработали действительно, как Елена Борисовна сказала, единственное понимание всех наших терминов. То есть научились говорить и понимать друг друга на одном языке и пересылать информацию в одном формате. Лариса Федоровна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле мне сегодня предоставлена огромная честь выступать перед таким собранием. Наша рабочая группа созданного Кардиационного совета, сообщества, творческого сообщества книжного, разработала определенный взгляд на концепцию развития книжной индустрии. Возникает, конечно же, вопрос, очень много вопросов. Вы знаете, я проговорила слово «концепция», но вот пока шла сюда вот к трибуне, да, у меня возникла такая мысль, ведь по сути, да, по сути это не само, это не только стратегия. Мы сейчас с вами будем разговаривать, дискутировать об идее. Помните такой термин был «идеология»? Так вот, наверное, сейчас мы будем, скажем так, ну, слово вырабатывать, может быть, нет, у нас у каждого уже есть определенные какие-то взгляды на те или иные вещи, какие-то определенные мнения, мы с этим, скажем так, мы с этими мнениями поделимся. Но, наверное, все-таки будет определена какая-то идеология развития книжной индустрии, книжного дела, книжной отрасли, но об этом немножечко позже. Как у нас это выработается, какое мнение сложится, я думаю, что каждый из нас присутствующих здесь поделится. Ну, давайте, скажем так, попробуем эту идею сейчас понести до данного собрания. Любое, скажем так, совокупность каких-то отношений, возникающих по поводу книги, по поводу производства книги, у нас начинается с писателя. Но всегда стоит вопрос, кто такой писатель? Профессия? А вопрос, а профессионально это закреплено, а стандарт у нас присутствует, а рамки отраслевые какие-то разрабатываются? Да, об этом идет разговор. Ставится об этом, эта проблема поднимается, об этом идут, скажем так, какие-то рассуждения, дискуссии. Ну, этот вопрос бугируется и у нас с вами, в нашем сообществе. И тогда с писателя начинается любая совокупность отношений, любая система отношений. И где? В книжном деле вопрос возникает, где это понятие у нас с вами закреплено. В правовом плане имеется в виду, законодательно, где-то мы прописали в рамках, скажем так, устойчивых пониманий действий, в рамках каких отношений мы работаем. Нет, в правовом отношении, конечно, понятия это отсутствует. Если мы будем говорить, например, о состоянии книжной отрасли. Книжная отрасли. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из присутствующих коллег каким-то образом прояснит ситуацию. Но наша позиция, что понятия не имеют правового утверждения. И тогда наше сообщество пришло к мысли, что мы должны предложить определенные или вынести на рассмотрение определенные проблемы, направление этих проблем, в рамках которых должен быть выработан определенный взгляд. Чего нам не хватает для того, чтобы книжная индустрия, книжная отрасль, книжное дело. Но остановимся все-таки ближе к книжной индустрии, к сегодняшнему дню. Потому что сама политика развития наших экономических отношений, наша стратегия развития, которая была предложена Владимиром Путиным. Когда мы говорим о том, что мы идем к цифровизации, когда у нас вопрос возникает о том, что мы предлагаем определенные 8 направлений развития, в том числе одно из направлений есть умный город. Поэтому цифру никто не отменял в нашей ситуации. И в рамках этого на слайде мы предложили некую модель взаимодействия с тех, которые присутствуют во взаимоотношениях профессионального книжного творческого сообщества с теми органами управленческой структуры, которые устанавливают рамки, вырабатывают механизм, предлагают нам инструменты, которыми мы будем руководствоваться в рамках этих взаимоотношений. Конечно же, речь идет прежде всего о том, что нам необходим информационный департамент в рамках этих структур, прежде всего с которыми мы должны взаимодействовать. Но, к сожалению, все, что определено по предлагаемым направлениям, кстати, к слову сказать, каждый из членов присутствующих нашего сообщества получили материал. Поэтому у вас было возможно предварительно ознакомиться с теми позициями, которыми придерживается наш координационный совет. И в рамках этих документов был предложен перечень направлений. Направление – это совокупность проблем, о которых хотелось бы услышать ваше мнение. Так вот, к сожалению, по предлагаемым направлениям система как стандарт не присутствует. У нас есть система СИГИ, но при этом существует формулировка. Мы можем использовать стандартные утверждения, но мы можем не использовать, и при этом не существует. Ну, это как в этой ситуации очень важно, да, ну, как для любого человеческого, скажем так, сознания, присутствует такая формулировка. Если нет наказания, значит, можно выполнять, а можно не выполнять. И, скажем так, норма на сегодняшний день не закреплена, скажем так, в позиции ответственности за исполнение. И тогда мы говорим, что в данном случае обязательности исполнения не присутствуют. И тогда вопрос – так что же делать? Мы предлагаем на первом этапе понять и подготовить предложения по описанию направлений деятельности и определению их статуса. То есть само направление как таковое, может быть, мы о нем знаем, мы о нем говорим, мы его предлагаем, но при этом мы не имеем четкого, обоснованного статусного формирования каждого этого направления. И в рамках, хочется виднее, наверное, так сказать, что эти направления представлены в конкретной совокупности взаимоотношений по видам деятельности. Все виды деятельности, представленные в раздатке, заранее вы так познакомились, вынесены они и на слайд. Вопросы для выработки концепции мы сейчас немножечко еще раз озвучим. Это прежде всего, конечно, за основополагающее законодательство о культуре. Библиоглобусом были разработаны предложения о совершенствовании законодательства. Были переданы эти предложения соответствующие органы. На сегодняшний день пока остается проблема. И в 21-м веке культура, она остается фактором роста качества живого. И для того, чтобы, или то, что мы зафиксируем статус книги, будет означать, что мы обеспечим, наверное, или будем способствовать обеспечению национальной безопасности России. Потому что никто сейчас не озборит следующего тезиса, что это социальный феномен. И книга, она остается культурным событием нашей республики. Второе направление – Российская книжная палата. При этом предполагается, что Российская книжная палата – это единый государственный регистратор и хранилищий информации. Очень важный аспект здесь рассматривается в рамках сохранения бумажной книги, электронного контента и другой печальной продукции. Конечно же, это позволит приобрести статус единой информационно-товарной платформы с регистрацией и страхованием авторского права. Следующее направление – создание терминологической методологии. Конечно же, разговаривать на одном языке гораздо легче, чем разговаривать, скажем так, употребляя то или иное понятие, и при этом думаешь в данном контексте, сказав это словосочетание, имеется в виду книжная отрасль, книжная индустрия, печатная индустрия, мы правильно употребим или нет. Но вот здесь, я считаю, это на самом деле для нас с вами первая проблема, и самая важная, наверное, проблема, по которой нужно все-таки, скажем так, определиться. Получить, если мы не будем иметь четкого, обоснованного представления, понимания, это означает, что мы не сможем иметь инструмент для профессионального общения. И тогда, конечно же, возникают следующие проблемы, которые мы сейчас с вами озвучим. Нам нужен, мы полагаем, что нам нужен проект закона от книжной индустрии, вы заметили, что здесь написано, от книжной индустрии, от печатной индустрии. Потому что мы на самом деле сомневаемся, и очень сложно сказать, книжная индустрия или печатная индустрия все-таки, да? Ну, ждем ваших мнений. Наличие любого из этого нормативного акта позволит урегулировать профессиональные взаимоотношения, и, конечно же, законодательное установление и выработка механизмов, инструментов этого механизма для, скажем так, этого общения. Конечно же, это будет значимым шагом развития книжной индустрии. Мы сегодня пользуемся, Россия пользуется стандартом ОНИКС, да? Мы привыкли, но вопрос возникает о том, на каком языке мы будем с каким стандартом работать на международном уровне. И сегодня у нас присутствуют гости, они, наверное, в этом отношении нас поддержат. Значит, мы считаем, что ОНИКС – это единый национальный стандарт России, и он позволит общаться с нашими международными партнерами, нашими, значит, с другими странами зарубежными. Электронный обмен данными книжной индустрии упростит информационные потоки, соответственно. И следующее направление – информационно-товарная платформа. Мы говорили о создании, значит, мы говорим о создании единой информационной товарной платформы. Конечно же, если мы, скажем так, остановимся все-таки на том, что нам у нас получится применить ОНИКС, то тогда, конечно же, мы обеспечим себе эту единую информационно-товарную платформу. Очень важный вопрос у нас остается – регистрация и страхование авторского права в информационном пространстве. Ну, естественно, конечно же, никто не отменял закон, вернее, никто не отменял проблемы, которые касаются вторичного рынка. Но на сегодняшний день нормативная рекомендация у нас тоже отсутствует отношение. На вторичном рынке у нас сегодня тоже не вырегулированы каким-то образом, который мы позволили обеспечить… Я сегодня уже четвертый раз, по-моему, подвигаюсь его статусом, если бы по-другому не скажешь. Можно безопасно сказать. Безопасность спроса и предложения на антикварном рынке – это очень важно. Ну, и, наверное, заключительным направлением, скажем так, которое должно обсуждаться, на котором мы должны остановиться – это повышение квалификации. Да, у нас создан корпоративный центр учебный на территории Гибридорусса, но мы на сегодняшний день говорим о том, что у нас нет стандарта профессионального. Я с конца начинаю. Мы не можем ничего, скажем так, квалифицировать. Мы не можем определить или дать оценку квалификации сотрудника, работника, отрасли. Мы сегодня… Нам очень сложно говорить об образовательном стандарте, хотя изначально я должна была с него начать, потому что изначально цепочка формируется образовательный стандарт, профессиональный стандарт, и затем уже мы говорим об оценке этих действий. Но очень важно понимать, что вот эта вот цепочка на сегодняшний день, она не урегулирована, у нас нет отраслевых рамок квалификации. Мы работаем пока еще, можно сказать, на головой инициативе от того, что осталось со времен Советского Союза. Но ресурсы черпаются, и, как мы говорим, они имеют место или они имеют определенный предел, скажем так. И тогда возникает вопрос, а что же дальше будет? Что дальше будем делать? Тоже нужно подумать о том, чтобы возродить образовательную деятельность в отношении подготовки специалистов в рамках бакалавриата. Пока бакалавриата, я в администратуре уже не говорю. Ну, а потом уже дальше нужно будет говорить о профессиональном стандарте. Вы все знаете, потому что вы получили предварительный материал, и мы там вас попросили, уважаемые коллеги, проголосовать. Первоначально проголосовать о том, все-таки на каком языке мы с вами будем говорить. Четыре понятия предполагалось для обсуждения, которые я озвучивала. И в рамках этого анализа, если не анализа этого опроса, мы получили следующие данные, мы у вас в разводке и на слайде сейчас представлены. И, к слову сказать, это 48,2%, практически половина у нас проголосовавших работников отрасли за то, чтобы мы были, или мы говорили, о взаимоотношениях в книжной индустрии. А формирование этих отношений, ну, наверное, это правильно. Конечно же, здесь остается вопрос еще печальной индустрии, но я думаю, что к этому еще в рамках сегодняшнего разговора мы вернемся. Таким образом, уважаемые коллеги, я постаралась кратенько это все проговорить. Я постаралась кратенько озвучить то, что мы имеем уже в сознании, потому что мы с этим уже ознакомились. Мне нравится очень, что у нас сегодня присутствуют именно не просто коллеги, а профессиональное книжное и творческое сообщество. Очень важный момент. На слайде вот сейчас, скажем, наверное, таким образом озвучим, да, что на этом слайде представлена схема, о которой, наверное, проще будет говорить в отношении того, чтобы выработать определенные направления развития. Потому что вообще-то наша цель, я вначале оговорилась, да, что выработать идеологию. Ну, идеология по концептуальному взгляду на какие-то вещи. Вещи, направления мы с вами озвучили. И в каждом из этих направлений присутствует сфера взаимоотношений, которые должны обсуждаться, и по которым мы должны иметь определенные, скажем так, какие-то выработанные решения. И об этих решениях легче будет говорить, когда перед нами будет эта схема. Ну, у меня все, уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Уважаемые члены профессионального книжного творческого сообщества. Коллеги, есть вопросы? Борис Семенович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вот на протяжении большого количества времени мы постоянно все это обсуждаем. Но, к сожалению, никаких решений просто не было. Сейчас мы стоим с вами на пороге. Это может так звучит, быть или не быть. Или мы также будем двигаться вниз, или мы все-таки действительно по-настоящему общество, книжное сообщество, да, которое будет влиять, которое будет участвовать в принятии определенных решений. Мне кажется, что, к сожалению, не присутствуют и разные общественные организации, хотя всем он был и разослан. Вот тот весь материал, который сегодня есть, да. И мне хотелось бы здесь всем, чтобы вот и присутствующие, и приехавшие, да, выскали свою точку зрения. Даже не с точки зрения обсуждения, а с точки зрения того, что я говорю. Мы что-то будем предпонимать для того, чтобы сохранить книгу? В самом начале мы сказали, да, бумажная книга должна быть. Теперь ставится вопрос. Мы что-то будем принимать, какие-то действия для того, чтобы сохранить для нашего будущего, сохранить вот эту книгу в том формате, в котором она есть. И, разумеется, различные сленги и так далее, которые присутствуют, да. И это вот то, что требуется нам с вами, вот в каждой такой секции, принимать какие-то определенные решения, чтобы все скомпоновать и выстроить уже парадигму, или, будем говорить, концепцию развития или дальнейшего движения именно книжной индустрии. Ну, это пока так звучит, но в всяком случае мы должны что-то принимать. Иначе мы будем топтаться на одном месте, и нас просто за то. Что тут обратить внимание? Авторское право уже у немцев начинает регистрация. Это о чем говорит? Я пойду и буду регистрироваться там в своей правде. Автор или писатель – это профессия? Вот в Казахстане на эту тему уже принципиально принимаются решения, да? Я думаю, вы скажете что-то по этому поводу, да? О том, что да, автор – это профессия. Организовано, действительно, солидное уже общество, которое четко, ясно и понимает. Да, это и есть то-то, то-то, то-то. Так что, мне кажется, мы с вами в застойном состоянии находимся. И надеюсь, что вот это книжное дело, которое здесь сегодня есть, или книжная ярмарка, и вот такая встреча, она позволит нам все-таки действительно по-настоящему, именно книжным сообществам принимать определенные решения, с тем, чтобы могли это лоббировать. Спасибо за внимание. Есть вопрос, пожалуйста? Нет, не вопрос. Я хотел бы продолжить тему. Слышно меня, да? Мэр Фомироскин, я представитель управления ассоциацией с представителями печатной продукции. Я полностью поддерживаю коллегу. Что туда добавить? От нас, как коллеги, мало что зависит. Дело, конечно, упирается в решение последствий. Это единственная ассоциация, которая, я сказал, постоянно уже выстраиваются контакты, пока другие ассоциации пока к этому не прислушиваются. Это очень-очень важно. Спасибо огромное. Да, так вот я хотел бы сказать, дорогие друзья, что наша задача общая сегодня просто спасти книгу. Есть большая похоронная команда в этой стране, которые хоронят печатное слово. Хоронят, причем, ведь они не во имя идеи хоронят, а во имя финансовый поток. Борьба за финансовый поток идет. И наша задача переломить общественное мнение, что не надо хоронить печатное слово. Ни книги, ни газеты, ни журналы. А надо в этом плане повернуться лицом к нашей индустрии, к тому, чтобы эта индустрия, это еще духовное богатство страны, это культура, это образование, это, если хотите, информационно-безопасность страны. И когда власть делает такие серьезные ошибки, Европа поддерживает книгу и печатное слово, у нас печатное слово поддерживает все хуже и хуже. Сокращаются ассигнования, уничтожаются книжные магазины, ликвидируется система продвижения печатного слова. Уже книжный магазин в стране остался сейчас выше, чем было в царской России. Минфин напишет письма, говорит, что ничего не нужно никому, все это неэффективно, помогать индустрии не надо, а, в общем-то, все это вчерашний век. Это не просто заблуждение, понимаете? Это работа большой группы, это похоронная команда, которая уничтожает печатное слово в стране и говорит, что это вчерашний век, это неправда. Это просто преступление делать подобное земление. И поэтому нам наша задача сплотиться, сплотиться все, кто причастен к слову, к его созданию, к его продвижению, к его продаже, сплотиться и спасать всю нашу индустрию. Поэтому вот наша ассоциация выступает за это. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, кто-то еще хочет высказаться? У нас было небольшое онлайн-голосование, да, вот Лариса Федоровна об этом сказала. Я бы хотела предоставить слово Елене Борисовне, чтобы она как бы провела небольшую дискуссию среди руководителей книжных палат союзных государств, на что они тоже приняли участие в дискуссии, вот именно по терминологии книжной индустрии, книжное тело и так далее. Да, действительно, хочется услышать мнение наших партнеров, наших близких, друзей, хороших. Как вы относитесь, во-первых, и по голосованию, и вообще по сегодняшней теме. С кого начинаем? Жанна Турарышевна, с вас? Или из Николая Ивановича? Да? Вы позволите, да? Да, 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 конечно. Ну, так мы... Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, и данные господа, для нас очень большая честь и ответственность сегодня присутствует на этом вопросе. Приходится актуально. Актуально не только для России, но, я думаю, для всего-то по советскому пространству. Те вопросы, которые сегодня помняты, мы весь позор, мы взгляды из Казахстана будет, расскажем, что у нас делается, и о метро-голпуце, которые сегодня сегодня будут озвучены, есть аж, кстати, казахстанские. Но, перед всем, в студеновой части моего выступления, я расскажу, что этот патрель этот год очень знаменательный. Знаменательный для всего книжного сообщества, для всех большого спроса на сискутерских книг, не только российских, но и всего после пространства, столетия российской книжной палаты. Наша книжная палата Казахстана являлась частью этого дробного сообщества, вы знаете, ее в 1995 году на получение зависимости, и она стала пока национальна. Ну, а мы все корни с российской книжной палаты. Поэтому Елена Борисовна, мы вас официально в 12 часов поздравим с столетиями. А сегодня хотелось бы, тоже нам очень приятно, сегодня принесу на это мероприятие, которое организуется в Библиоте Глобус, и, уважаемые парисяне, что это смотрят, говорят, я все за четверть не буду, вот эту папку, шестилетие торгового дома Библиоте Глобус, и разрешите меня от имени книжного сообщества Казахстана, в личном вам приветственный адрес, спасибо вам. Вот это, видите, культура, которая начинает проникать, и это позволит нам по-другому рассматривать наши взаимоотношения. Мы какие-то растерялись, я думаю, все это нам теперь камни собирать, которые разбросаны. Спасибо огромное. Аплодисменты. Ну, я, конечно, конкретно, это сегодня, я бы сказал, что это актуально и для Казахстана, и для всех, и в том, и для России, и для Казахстана. Ну, я, когда, что-то обо время не занимается, я более конкретно преступлю к тезисам. Первое, мы абсолютно согласны с тем понятен, как книжные индустрии, потому что книжные дела, с нашей точки зрения, это более технологический, опять же, это технический процесс, а книжные индустрии, это более создание правоинформационного пространства для развития всей отрасли, как отрасли. когда, там не только технологическая цепочка, которая у нас есть, а автор, там полиграфия, это издатель, полиграфия, с нейространительной, и читательной. книжные индустрии, с нашей точки зрения, захватывали иные адресы, это так, мы же говорим, работа средств массовой информации, подотока кадров, обучения, сочетаться и так далее. С этой точки зрения, наш голос, была здесь схема, и там, в адресе, более 48% опросов, но там тоже есть новый голос, но и с этим вопросом абсолютно не согласны. Теперь, касательно того вопроса, который мы сегодня обсуждаем, с нашей точки зрения, существует два вопроса, мы хотели бы ответить, это вопрос технический, когда я на Борисе на газе, о форматах, в которых существует, обмен информацией, и на ботинокровой пространстве. Одно без другого идет, но я хотел сказать, что вот как мы казахстанем делаем. Берее всего, к чему-то себе приступить, мы определяем видеологию и концепцию этого процесса, что мы хотим. Первое. Консервизация профессионального сообщества. Вот сегодня выступал, это очень важно. Важно, что, если профессиональное сообщество будет консервизировано, то тогда власть будет прислушиваться. Если к профессиональному сообществу не будет консервизировано, то, естественно, и в утренную точку зрения, то, естественно, власть к этому будет меньше прислушиваться. С этой точки зрения, нам бы хотелось, чтобы в рамках таких мероприятий, которые сегодня так и строят, были вопросы обширены и пришли к единому точку зрения, с которым можно было дальше двигаться. И начинать с нашей точки зрения, вероятно, нужно создать нам очень правовую пространство. И у нас, и у нас, в частности, в вопросах очень дискутируется, что это будет. Мы считаем, что у них находятся специальные законы, и это можно сделать таким образом, что у нас, вы знаете, есть различные уровни сотрудничества между нашими странами, это Евразийско-экономическое сообщество, ШОС, Шанкайзо-экономическое сообщество, и БРИКС. И можно в рамках Евразийско-экономического сообщества, для всех государств Белоруссии, скажем, России, Казахстан, и есть такие структуры, у нас, вы знаете, анто-бештарламское сомнение, и есть хорошая такая практика принятия модельного закона. Если бы российская сторона дела на себя, скажем, обсудить это все, и согласаться с национальными государственными концепциями вот этого закона, как он будет назвать, в книжном деле, в книжной индустрии, взяла этот концепт, и это же национальное государство, мы готовы были поддержать, чтобы это был как бы модельный закон, который бы уже был рекомендован и обязательным для национальных государств. И где бы все это было прописано. Без создания нормативно-правовой базы, а создав нормативно-правовой базу, поднимав подзаконные акты, отрасль не будет развиваться, с нашей точки зрения. Есть второй вопрос, технический вопрос, который мы сегодня, Елена Нарисина и другие выступали, это вопрос форматов, это разноформатность. Эта проблема существует у нас тоже в Казахстане, то есть, проще говоря, на сегодняшний день у нас и я ранее возглавил Книжную палату, сейчас полтора года возглавляем у нас на библиотеке, и мы столкнулись с тем, что у нас 11453 библиотеки, и как библиотек имеет свой формат? Кто-то в РАБИ-Сектопе, АБИ-Сектопе и ИГСи работает. И мы предправились с тем, поставили вопросом объединения электронных библиотеков и информационных ресурсов в единой тренированную систему. Мы разработали этот ве-правис, прикладную программу, получили на него соответствующие штатовские свидетельства, уже патентовали, и вот сейчас мы при поддержке правительства внедряем во все библиотеки, что дает возможность всем читателям Казахстана иметь доступ, и все эти фонды у нас будет объединены, начиная сельская библиотека и начиная национальная библиотека. Вот такую же работу мы знаем, пока ситуация существует, и Российской Федерации, если мы понимаем это смысл на какой-то законопродукте, на каком-то софте, как бы единый стандарт для всех субъектов книжного рынка, тогда было бы мягче говорить о единой информационной площадке или о единой информационной платформе. Создав вот это в интернете правительства Казахстана, мы хотим сейчас приступать ко второму этапу, это рейсер книг Казахстана. Я уже принимаю это участие все субъекты книжного рынка. У нас в Казахстане ситуация такова, что на сегодняшний день книжная отрасль, она все в рыночных условиях. Единственной библиотекой является у нас государственными, разного уровня, национальным или федеральным, по вашему терминологию, и местным. А остальные все являются на противоречных условиях. И объединить интересы всех достаточно на слой, но есть коленой интерес, который мы сегодня говорим, это чтобы книга сохранилась, книга присутствовала, и книга, книжное отдело, мы прекрасно понимаем этот тазис, и мы говорим как персоналы, и власть прекрасно понимает, что если мы потеряем национальную книгу, то мы потеряем суверенитет. И тем более, в тех условиях глобализации, которые сейчас существуют, если не будет присутствовать национальный печатный отдел, национальное кинижное отдело, это вопросы, как бы не хотели, что-то родимить советского, советского родимения, но все равно книга, это елогический товар. Кроме того, что он имеет свойства, как товар, она имеет еще, власть прекрасно понимает, что это несет на себе елогическую нагрузку. И чтобы это донести до власть, я возвращаюсь к тому, что необходима консолидация. Консолидация всего профессионального сообщества. В этом плане, у нас в Казахстане, мы тесно работаем, часть из присутствующего, в этом зале, у нас в Казахстане, более свидетельны того, что мы очень тесно работаем со всеми субъектами книжного отдела. «Ночной союз писателей», это авторы, полиграфисты. Я сам являюсь, кроме того, президентом национальной политике, я еще являюсь президентом ассоциации издателей, полиграфистом, кем-то из строителей. И плюс еще являюсь президентом Казахстанской библиотечной ассоциации. И мы сейчас работаем над тем, чтобы не было центробежных сил, чтобы, как и у вас, у нас страна большая, и есть очень великое желание создавать все возможные такие ассоциации, которые так вместе с ним стоят. Эти одни заветы, которые не имеют вес, но носят шумятицу в этом пространстве, и власть уже не знает, с кем работать. В этом плане. Теперь, на следующий вопрос, который бы я хотел задумать, это тот вопрос, который у нас есть. Это одна девица, и тут я хотелось с ловески-сознаном чуть-чуть подискутировать. Мы это, когда с вами это сумели реализовать. Сначала идут, с нашей точки зрения, профессиональные стандарты. То есть сначала профессиональные стандарты. Профессиональные сообщества дают научным, образовательным сообществам заказы. Потому что мы работодатели. Мы хотим получить специалистов, которых не надо обучать. Вот у нас, как и раньше, я сейчас присутствую, и у вас, и у нас. Когда выпускник груза оканчивается, приходит на пройдет, и мы его должны заново с нуля обучать. Элементарные вещи. Это разбалансированность образовательных процессов и профессиональных. В этой ситуации мы сумели приобретение в Казахстане, как ведение Ассоциации и дать поэкспериментарных меры с правителем поэкспериментарных. Совместная палата предпринимателей. Очень хороший опыт. Он полезен для России. Мы сумели... У нас есть Национальная палата предприниматель, называется. Куда ходят все субъекты рыночные. То есть, начиная от и пышников и крупных организаций для нас обязательная норма, чтобы они были с членами Ассоциации. И сейчас такой тренд, что работодатель задает том учебному процессу. И если это конкретно издательство политической области, в этом году мы 375 человек сертифицировали. У нас в Казахстане так. Любой выпускник учебного заведения конкретно есть полиграфическое 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 375 студентов по закону образования они не получают диплом на руки, пока не подтвердят свой уровень компетенции. То есть не получится эффективность от нас. Она состоит в двух частях теоретической и практической. Они заканчивают ВУЗ, или какого-то, приходят к нам, мы проводим теоретические и практические и подтверждаем их уровень знаний и эффективность они получат от нас эффективность и получат диплом. И если вторая это тоже вопрос консолидации профессиональных сообществ, мы договорились со своим сообществом, профессиональным сообществом, все крупные субъекты книжного рынка, мы не принимаем на работу со стороны без сертификата нашей ассоциации. И плюс со стороны власти, это узаконено, законное образование узаконено, и мы официально получили сертификат на три года о том, что мы имеем право, когда в Казахстане только две ассоциации получили, это фридическая ассоциация и наша ассоциация получила. Поэтому, и еще, следующий вопрос есть, но, и теперь есть проблема национальная, а есть проблема более широкая, с целью приезда сюда, в Москву, является то, что у нас в стране абсолютно не хватает учебных людей, которые этот кадр для доступных в сроке. Это раньше у нас программ был имени Федоров, который сейчас, знаете, приятный, для этих симфоний университетов, но есть пять в этом программ суда людей. Но идет тоже разные взгляды, разные подходы к этому. И для нас это сейчас очень много важно, чтобы те профессиональные стандарты, которые принимаются, они были единой, по крайней мере, ленинообразной для всего постсоветского пространства, для тех стран, которые проходят. И те же дипломы, которые получают, они могли бы поздиво признавать наших стран. Поэтому я думаю, что вот эти все эти вопросы, те, которые вопросы сейчас говорят, они, я думаю, можно было относить к какому-то модельному закону, который являлся единой для себя. Почему? Потому что мы сейчас очень тесно работаем на депутатском корпусе, для того, что это тоже, как все равно, они плохие опыты, которым мы можем поделиться. У нас есть свои люди, которые тесно работают с ними, постоянно работаем. И только те, которые работают как в комитете по социальному развитию нашего парламента, но и в других комитетах, по лавинам наших интересов. Разные способы происходят, мы приглашаем на разные мероприятия, чтобы они проникли с нашими проблемами и принимали участие. И я считаю, что если такая работа была проведена в рамках в рамках Бешпарландской Сангей, вы знаете, в Санкт-Петербурге находится, это было бы здорово. И тут мы бы не выдумали белосипед и создавали свой национальный закон о книжной индустрии, а вот который здесь был создан, он был кинзомодерный, и это дало возможность создать сентреснимительные усилия в этом процессе. Ну и я открывал о кадрах. вот вкратце в принципе я то хотел бы сказать то, что сказал, если есть к министрамиды вопроса, пожалуйста, я готов послушать. Жанна Анатолий Юрьевич, во-первых, спасибо вам огромное, чувствуем заинтересованность большую, да, и вы вот онлайн голосовали одну важную вещь, как обычно что-то хочется сказать и забывать. Я бы еще хотел, есть еще два тазиса, которые я хотел сказать. Первый, один из тазисов здесь прозвучало, да, я сам действие это национальная книжная палата Казахстана, я прекрасно понимаю, если вы знаете, как я вас очень люблю, уважаю, но, дело в том, что отбираться на национальную информационную платформу российской книжной палаты, это мы здесь еще раз внимательно изучите и посмотрите, потому что вы знаете, идет мировой тренд на сегодняшнем книжной палате, к сожалению, во многих странах мира практически они не существуют, и если последнее, вы знаете, ситуацию, которая сейчас в российской книжной палате была ситуация, потом армянская книжная палата сейчас не не ставит структуру, она ушла от национальной библиотеки в так вот тренд и у нас в Казахстане наблюдается и поэтому предложение мы изучили таким образом, мы на эту тему говорили, вот есть закон, закон, есть очень большой блок вопросов, который мы сейчас почему-то когда книжная дева говорим, мы упустили, это очень большой блок вопросов, это теоретические издания, это научные издания, вы знаете, Борис Семенович, я набрались уже, мы работаем с международными центрами, и вот почему-то все международные стандарты в области ИСО и фанал Сербайджиенов почему-то его на западе, почему мы должны на них оглядываться, когда мы где-то бомбали, жене, сюня, там, франкли, есть наше предложение, суть которая состоит в чем, мы эту тему антик Российской Федерации и в других странах СССР, почему мы не можем создать свой субстант по аналогу ИСССР? Я знаю, ФИБР здесь получил на него эксклюзивное право, но ИСССР не работает. То есть огромный от вас информация на печатные издания, которые имеют и рыночную стоимость, и рыночную потенциал, это монография, не могут говорить статьи научного журнала, потом сборников, они пространства. Это можно было систематизировать, и мы можем дать пример того, что будет иметь собственное независимое информационное пространство, потому что, знаешь, что понятно, я объяснил, есть, попроще смотреть, как я объясню. Вот выходит конференция, или круглый стол, появляется сборных материалов, он идентифицируется одним только по СССР, но внутри находится порядка 50-30-40 авторов. Потенциально мы на эту тему разговаривали с возрастом руководителем, со всеми лекторами разговаривали, у нас проблема по научному сотрудничеству, что у нас перешли на BSD, а Россия сейчас как авторантура, и так авторантура, но если там у вас есть требования для научных сотрудников, чтобы они ежемесячно, квартально, для того, чтобы потерять свой уровень квалификации, они должны публиковаться, для участия научных клиентов и статьи публиковаться. И на сегодня СПИ абсолютно этот сегмент не отрегулирован. И если бы мы могли создать на эту тему уже говорили, создать некий стандарт, на котором АСТС, интернешнл основной текст, сход, там же много вопросов и там же вопросы авторской правды. То есть полно текста. Сейчас китайцы тесно работают, они уже разработали, они уже начали работать. Они полно текста даже 500 страниц вбивают. Сейчас технические возможности нет проблем. Отечественников за 1-2 дня это то ли создать в рамках нашего пространства и мы во-первых несколько вопросов крупных решений сохранения их инвестиционерности как и у вас у нас есть мы почем-то сиркомпус и скоппус там белые. Это все мы могли бы сделать в рамках СНГ и в рамках ШОС. Вот такие вопросы которые волнуют Казахстан и те вопросы которыми мы сегодня занимаемся и я думаю что они идентичны как и Российской Федерации и последнее то что я хотел сказать еще раз повторить что все эти процессы было бы здорово делать согласованно и создать некую рабочую группу которая могла при индийской собирации при дискармениннице можно более детально обсуждать эти проблемы и идти выработать общую консерцию и мы в этом владельцы будут работать своими национальными правительствами и мы знаете что своего отечества пока нет обычно если со стороны кто-то такой год мы все радуемся мы могли создать рамках СНГ и потом внедрить национальные государства спасибо вам большое спасибо вам огромное и вы проголосовали за книжную индустрию правильно все коллеги значит Казахстан за книжную индустрию тогда продолжаем разговаривать с нашими партнерами Елена Витальевна может быть вы расскажете про ситуацию в Беларуси это директор Беларусской книжной палаты тоже наш очень большой друг партнер мы активно работаем вместе надо услышать ее слово добрый день уважаемые коллеги ну во-первых хочу соединиться еще раз поздравления наших уважаемых коллег и наших дорогих друзей российской книжной палаты магазина библиот мы вас поздравляем желаем вам всяческих успехов и нам всем совместных успехов в продвижении тех идей которые сегодня будут звучать и будут звучать спасибо что я хотела сказать ну первое это по поводу стандартов СИБИД да к сожалению они для нас не являются законом но несмотря на это хотела бы сказать несколько слов поддерживать стандартов потому что на самом деле на сегодняшний день это стандарты СИБИД это единственный механизм который нам позволяет профессионально понимать друг друга в белоруссии враамках закона об издательском деле мы пытались придать обязательности стандарту носили предложение что издатели которые проходят госрегистрацию как издатели обязаны но к сожалению наш белосстандарт сказал извините это основной принцип стандартизации добровольной государственной стандартизации добровольного всех применений то есть никак не прошло Но, тем не менее, на сегодняшний день в Беларуси издатели регистрируются, проходят госрегистрацию по заявительному принципу, и, в принципе, они соглашаются с тем, что они обязаны применять эти стандарты, и они их, в общем-то, применяют. Хотя, все чаще звучат голоса, вот они где-то почитали, что да, они добровольны. То есть, какие-то... Такие моменты. Вот. Значит, ну, несмотря на это, что существует стандартная система СПИД, которая нас объединяет в плане терминологии, нашей деятельности во многом, у меня, например, вызывается беспокойность в тот момент, что мы начинаем как-то все равно уже расходиться в законодательстве и в подходах. Вот в качестве примера, вот мы сейчас поднимаем вопрос книжной индустрии, печатной индустрии и так далее, значит, в Беларуси принят закон об издательском деле, и издатели, изготовители, то есть полиграфисты, книгораспространители, это субъекты издательского дела. То есть, у нас существует понятие издательского дела. Вот таким вот образом. Потом, значит, опять уже, вот сейчас мы говорим книжную индустрию, печатную индустрию. Издательского дела я там не увидела, вот предлагаемые категории антов. Ну, что, там есть, а, конечно, какие мы термины предлагаем? Печатная индустрия, книжная индустрия и? Книжное дело. И книжное дело, вот. И книжная отрасль. И книжная отрасль. И книжная отрасль. Да, я же. Вы голосовали за книжную индустрию. Ну, да, да, я просто говорю объективные факты, то, что существует в Беларуси. То есть, у нас это издательское дело. Вот. Но наш закон распространяется только на печатные здания. Только на печатные. Этот вопрос был в дискуссии, он не раз рассматривался в парламенте, потому что поднимались голоса, что обязательно нужно распространить на... Существует электронное здание. Хотя, конечно, были голоса тех, кто не понимает вот эти вот все сложности. Например, вот для книжных палат учёта и сохранения вот этих вот электронных зданий. Или опять же, что такое электронная книга? Есть, существует, имеет право быть такой термин, не имеет право быть такой. И что мы понимаем под этим термином? То есть, в конце концов, мы пришли к выводу, что электронный контент, который многие не любят, этот термин, в том числе и я, по отношению к книге. Я больше за традиционную книгу, потому что, вот мне кажется, что в этом понятии электронный контент, книга, она как-то книга, и слова в целом, они обесцениваются. Вот какой-то там контент. То есть, я могу понять, если мы берём какой-то гаджет, купли, да, читаем, да, ну, хорошо книга. Но если это уходит в сеть, вот здесь уже появляется линейка медиа, там, индустрия, информационная индустрия и прочее. И книга, и слово, они как-то вот в этом плане и беззанимаются. Но это моё субъектное мнение. Значит, дальше по поводу формата, формата Onyx, это, конечно, замечательная идея создать формат Росмарт, потому что... Росмарт есть. Оник, Onyx, да, Росмарт, или Росоникс, да. Если бы это узаконить стандартом, то, естественно, вот, благодаря всяким соглашениям, вот, естественно, консертизации, например, и Беларусь, и Казахстан, мы бы могли вводить всегда их как национальный стандарт. Потому что в настоящее время в Беларуси Onyx не используется. Книжная торговля не используется, книжная палата, и, в общем-то, и даже, как бы, и речи об этом не идёт, к сожалению. Что ещё хотелось бы сказать? Хотела сказать в поддержку того, что говорил Жанар Туранович по поводу создания модельного законодательства. Вот, ну, мы знаем, что был модельный закон об издательском деле. И, в принципе, это была неплохая пранция. Модельный закон об издательском деле, модельный закон об обязательном экземпляре. Может быть, вот, действительно рассмотреть вот эту возможность создания некого модельного, ну, может, это и не в рамках СНГ, вот, здесь надо подумать. Модельного некого законодательства о книжной индустрии. Да, это, конечно, гораздо шире, чем наш закон об издательской деле. Ну, вот, в принципе, я эту идею поддерживаю. Так, по поводу писателей, что я хотела сказать там, что, ну, это просто интересный факт. Когда подняли этот вопрос, я вспомнила об этом, что у нас в Беларуси, ну, наверное, все слышали, что у нас существует такой закон о социальном международном, ну, или попросту о тунеядстве. То есть, тот, кто у нас не работал в течение года, он обязан платить социальный налог. Вот, и, ну, конечно, народ недоволен этим законом, он пересматривался уже у нас один раз. И вот, когда его пересматривали, вот, подняли свой голос писателей, то всех членов Союза писателей признали их деятельность не творческой, а профессиональной. И освободили вот эту плату этого налога. То есть, вот такие интересные платы. Так, ну, вот, в принципе, все, что мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим. Спасибо большое. Еще одному представителю страны СНГ, Николаю Ивановичу Сенченко, это у нас Книжная палата Украины. Дорогие коллеги, я, во-первых, хочу всех поздравить юбиляру с юбилеем. И мне очень приятно, что они не почувают о лаврах, а начали дискуссии на такую важную проблему, о которой сегодня идет речь. Я не отношусь ни к правым, ни к левым. Я ученый, и для меня дружба с Российской Федерацией, и с другими странами, с которыми мы были всегда дружны, является прежде всего. И я не боюсь, что меня обвинять в сепаратизме, где это все абсолютно не то место. Это первое. Второе. Вот мы почему-то в последнее время, когда развалился Советский Союз, стали очень сильно обезьянничать. Я не знаю, как в Российской Федерации, не хочу судить, но в Украине, в Украине очень сильно обезьянничают. Вот, например, создали в Польше институт книги, и в Украине создали институт книги. Теперь звонят мне, Николаева, а что будет делать институт книги? Я говорю, ну вы создавали, вы дали деньги, а теперь вы спрашиваете, что будет делать институт книги. То есть, они абсолютно не понимают, создали, аж зачем этот институт книги. Абсолютно не нужно. Хотели ликвидировать книжную палату, но нас не так просто ликвидировать. Поэтому мы... Аргумент был очень сильный. Сильный аргумент. Вот в России есть книга. Я говорю, а вы знаете, что Российскую книжную палату в начале ее создания директоров был Богдан Котнадский, который был с Украины. То есть, я хочу сказать, что украинская интеллигенция или интеллигенция Украины была инициатором создания книжной палаты. А так как вы, западной Украины, стараетесь, что ликвидировать то, что ваши же интеллигентные люди создавали, отбил я охоту, перестали отбить, а если вставали, и так далее. И теперь у нас есть очень большой опыт работы с Европейским Союзом. Этот опыт, опять же, я не могу удержаться от смеха. Понимаете, почему это так? Да, надо менять стандарты. Когда посчитали, что даже, ну так, по предварительным оценкам, этих стандартов надо около двух тысяч менять. Ну то есть во всех областях. Какие деньги нужны на это деньги? Денег таких нет. Европейский Союз не дает этих денег. Умолкни. Больше нет. Несмотря на то, что объявили, что мы в ассоциации с Европейским Союзом, мы очень четко пользуемся теми стандартами, которые были разработаны еще в Советском Союзе и потом разрабатывались. Эти стандарты работают у нас и, конечно же, мы будем продолжать их продвигать и в дальнейшем. Хотя с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Теперь, вот я сам член Союза писателей Украины, я очень много пишу книг, у меня очень много книг, и для меня это очень важный вопрос. Узаконить вот то, чтобы писатель был действительно, что это, действительно, что это, профессия или не профессия. Сряд Союза писателей раньше пользовался какими-то льготами, сегодня он ничем не пользуется в Украине. То есть у нас есть Союз писателей, есть у них помещение, но абсолютно никаких ни льгот, ни преимуществ и так далее, и так далее для писателей нет. Поэтому эти вопросы, которые были затронуты, я их поддерживаю. И, конечно же, мы тоже будем думать над этими вопросами и давать свои предложения, если вы возьмете их к нам и не будете писать нас и другие. Это меня, Борис Иванович, очень сильно обидел, потому что я вас, и люди, считаю, и знаю, что вы меня и другие. Поэтому еще раз хочу вас заверить, что тех людей, которые считают так, как я, вот как я, у нас очень много. У нас есть своя организация, которая, да, мы хотим, мы говорим, что мы хотим построить свое государство, мы хотим раз уж независимость, за независимость проголосовало, независимое государство, но мы никогда не откажемся от дружбы с своим родным, братским народом в России, которая была Киевская Русь сегодня, Российская Федерация есть и так далее. Это все разговоры. Ну вот о книге я хотел сказать, что я изучаю сегодня очень много, но мне очень важно сегодня знать, долго ли продержится олигархическая власть в Украине. У нас олигархическая власть, она длится все время. И когда я начал изучать еще евреевскую империю, то оказалось, что олигархическая власть действует циклически. То есть олигархия, потом идет коррупция, потом глобализация, потом социальный протест и олигархию уничтожать. Я думаю, что скоро будет так и у нас, потому что она действует уже более 70 лет. Но изучая этот вопрос, я обратил внимание, какую роль огромную играла раньше и сегодня играет книга «Информационность и телепоинда». То есть это та мягкая сила, о которой сегодня все больше и больше говорят в Соединенных Штатах Америки. В Америке сегодня финансируют ЦРУ книги в определенное направление, которые бы доказывали, что их демократия, она является самой правильной демократией. И это очень важно сегодня понять, что книга – это мягкая сила, и ее надо использовать в постоянной работе и показывать нашим правителям, но я имею в виду украинцев, и мы им показываем, что книжное дело должно находиться на очень хорошем уровне и должно финансироваться государством. И у нас есть такое финансирование под названием «Украинская книга». Но оно, к сожалению, сегодня направлено в несколько другую сторону. Спасибо за... Спасибо, Николай Иванович Николаевна, что он проголосовал за книжную индустрию. Таким образом, у нас формируется Межгосударственный общественный творческий союз специалистов книжной индустрии. Вот давайте не будем голосовать, а может быть небольшой близ индустрия, отрасли, делом или печатной индустрии. Марина, оперативно вот так вот, просто интересно, для того, чтобы вы уже научились как-то употреблять и уже выходить с предложением, да? Мариша, пожалуйста, подходи. Книжная индустрия. Да, Марина. Книжная индустрия. Книжная индустрия. Книжная индустрия. Так, сейчас приду. Да? Да, согласна. Спасибо. Да. Да. Мы уже голосовываем. Книжная индустрия. Коллеги, в кого и моя точка зрения. Пойдем от обратного. Пожалуйста. Пойдем от обратного. Да. Я работаю в России. Я работаю в России. в Российской Государственной Библиотеке, заведующей отделом периодических изданий и председателем секции по издательской книге распространительской деятельности Российской Библиотечной Ассоциации. Очень интересная тема, которую вы здесь обсуждаете. И я даже хотела сказать, что с Борисом Семеновичем мы где-то там в Куварах тоже этот вопрос обсуждали. Но вы знаете, вот сейчас я сиди и слушаю всех, посмотрела презентацию, послушала. И у меня возникла такая интересная мысль. Понимаете, мы живем в постиндустриальной эпохе. И называть, называть, значит, наше дело вот индустрией, мне кажется, сейчас не очень, как бы, будет всем понятно. Да? Как бы, индустрия отошла. Сейчас мы живем совершенно в другое время. Поэтому, во-первых, мне кажется, что правильнее было бы назвать это книжным делом. Вот это мое личное мнение. Я бы так назвала. Я объединила бы под этим книжным делом или в рамках этого книжного дела все структуры, которые связаны с ними, включая и в Каш-библиотеке. И что касается закона, закона, вы знаете, вот опять сижу и сейчас слушаю выступающих, думаю, что правильнее было. Если мы хотим оставить книгу, то назвать закон о книге. Мне кажется, вот это конечное понятие, которое нужно будет развернуть в этом самом законе, и тогда в нем найдется место и для печатной книги, и тогда, наконец, может, мы объясним всем, что такое электронная книга. То есть, как бы, книга это главное, основное, базовое понятие, из которого потом складываются все остальные понятия, включая и книжное, или дело, или инстрию, или все что угодно. Вот такое мое короткое мнение. Спасибо. Ну, давай с вами так. Кто такое 21-й? Это индустрия. Посмотрите, мы живем с вами, ну, в общем-то, особенно молодежь, да, мы с вами переживаем сейчас действительно, по-настоящему индустриализацию. Что в целях работают? Это на самом деле так. Мы еще никак не можем туда войти. Кто, никто не отрицает, что книга есть, что книжное дело есть. Мы говорим сейчас о фундаментальности подхода ко всему, то, что касается выпуска книг. Но это все начинается с писателя. Его надо зафиксировать или нет? Вот он здесь. Он нас зафиксировал? Нет. Это тоже индустриализация, что мы с вами должны фиксировать, так же, как издательское дело. И непосредственно, книга, распространение, библиотечное дело. Вот здесь все оно и есть. И сейчас почему так? Мы тогда ближе подойдем к тому, что транслирует, мимое транслирует. Общество, которое находится в мире, оно также транслирует. Правительство транслирует, обратите внимание, да? Уже министерство транслирует о том, что мы живем в совсем другом обществе. Мы не до конца это чувствуем. И поэтому мы как раз и должны вот все вот это воспроизвести, чтобы общество понимало, где оно есть, и что цифра действительно является основным аргументом нашей повседневной жизни. Это же так. Посмотрите, сколько мы времени с вами на это кратить. Верно, и мы никуда с этим не денемся. Но книга это базис, основа нашей жизни. И мы ее должны передать и будущему поколению. Само по себе название книжной индустрии, печатной индустрии, они формируют все под этим ездить. Оно единственное тогда и для правительства будет понятно, как создать определенные условия для книги. Медверь уже прогнозировал, что или это министер связи, и это что-то готов подготовить. Надеемся, что будет документ подготовлен, который сделает определенные послабления для издания книги. Я думаю, будет так. Поэтому те точки зрения, которые есть, вы по-своему правы, нет даже возражений. Но мы говорим в общем сам по себе, да, о том, что происходит и как сейчас выстраивать вот это содружество, чувствую содружество, да, всем, чтобы мы не были попугаемы. Вот там что-то есть, мы теперь нет. Мы формируем свою концепцию, это очень важно. Развитие именно книжного дема, абсолютно точно. Но мы сейчас говорим всем, чтобы создать законодательство, его не хватает, нет у нас. Все, что касается книги, у нас когда-то отсутствует. Вот это прежде всего базис. Если это будет, тогда мы говорим, а книга же никуда не уйдет. И мы с вами об этой книге будем говорить, это нормально. Спасибо. Спасибо, Борис Семенович. А если мы выслушаем, да, пожалуйста, Марина, микрофон. Вы можете поближе подойти, а то, что туда. Здравствуйте, коллеги, меня зовут Гершевич Яков, я работаю в издательстве, но в общем занимаюсь в большей степени электронной продукции. И вот здесь в самом начале говорилось о том, что нужно закрепить понятие терминологии. У нас сейчас, к сожалению, вот последнее время. Даже если вы будете смотреть, ну, поскольку я занимаюсь словарями, там, энциклопедиями, я это все наблюдаю, и как бы вот сейчас нагорело, и захотел рассказать об этом вопросе. У нас, когда смотришь телевизор, или читаешь книги, все понятия подменены. То есть вы читаете одно, и понимаете под этим словом совсем другое, а журналисты в это время понимают совсем другое, третье, четвертое, там, вы вообще понимаете, не понимаете, где вы находитесь, и о чем идет речь. Вот сейчас то же самое. Мы все говорим о книжной индустриализации. А вы сами определите, что такое книга. книга это не более того, что это тип печатной продукции, и не более того, а говорить надо о произведении. А если мы говорим словом писатель, писатель это кто, что он пишет, а тогда что такое автор? вот эти все понятия. Вот здесь я вам объясню. Потом электронная А определиться мы должны все вместе. То есть это наша общая проблема, да? Да, электронная книга. Что такое электронная книга? Электронный прибор это носитель, это то же самое, что книга. Это понятие однозначное. Электрон это девайс, а книга это носитель печатной продукции, произведения, есть слово произведения. это текст произведения. А носит его кто? Электронный носитель, а там это произведение, почему мы там его называем книгой, когда книга это... Нет, это лишний раз подчеркивает о том, что нужен единый отраслевой гласарик. Он как раз не знает. Да, нужно прийти к единой точки зрения и научиться действительно понимать всем одинаково одну и ту же терминологию. Вы, наверное, хотите записаться в секцию вот здесь вот на экране представлены... Я чувствую, что писатель написал произведение. Нет, как он его будет публиковать? В виде книги или в виде там в электронном виде? Это уже второй вопрос. Но это разные вещи. Но это разные вещи. Но на двух разных носителях. Правильно? Мы хотим сохранить книгу как вид носителя. как бумажный носитель. И никто не говорит, на протяжении веков эти носители менялись. Никакой из них не исчез. И будут еще меня... Там глиняные таблички может дальше но тем не менее они просто преобразились в газеты, в журналы. Но именно в терминологии вот чтобы четко понимали люди именно терминологии произведения, авторы, писатели, переводчики все это должно четко быть определено. Мы хотим поэтому и собрали для того чтобы это и Борис Милович, я только что видел, это удобнее сделать таким образом. Вы затронули сделать даже не термин названия, а вообще проблему терминов. И поэтому собственно говоря вы я бы предложил вам поучаствовать как раз в... Есть предложение по формированию глоссария и как раз вы правы там огромная масса терминов и не закреплена та же самая книга у нас нет юридического термина. И немножко отвечая на ваш вопрос по поводу названия мы-то подразумевали под книгой как бы если уж совсем обобщать то в перспективе единицу знаний. То есть книгу использовали просто как исторический красивый исторический термин в который просто единица знаний во-первых два слова во-вторых неудобно просто зачем придумывать вводить новый термин когда есть старый хороший термин и под книгой подразумевал и произведение и в перспективе если человек хочет в интернете просто вывесить там густишье и это тоже будет книгой то есть вот это имелось ввиду это не то что там прям совсем как я говорю это просто просто исторический откуда взялся термин что касается книжного дела естественно что библиотеки учебные заведения они там они себя не очень уютно чувствуют в термине индустрия вот совершенно естественная реакция поэтому собственно мы ее обсуждаем книжное дело тоже название хорошее у меня такого четкого я всегда использую как бы Борис знает я всегда как бы использую как бы предлагал использовать даже равноправными что касается именно индустрии я расскажу немножко про другой аспект про который в силу численного количества как раз не всегда задумываются причем в том что вообще если взять всех перечисленных кто участвует в создании и в реализации книги то в этой системе большой существует всего два источника денег в сегодняшней модели это государство и издательство вот вход денег происходит только вот в этих местах ну там есть как бы книга торговля просто как они прибыль зарабатывают то есть и например если библиотек у нас там никто не знает сколько да ну там что-то 90 говорит то же самое да у нас одних школьных 40 тысяч на 9 месяцев да вот а издательств живых то ли 130 то ли то ли меньше вот да и название книжной индустрии да она вот отражает немножко смещение представлений да просто вот концепции советской когда по большому счету все финансировало государство да и там ну не было просто альтернативы то у нас вот сейчас вроде бы только она зародилась да вот скажем так появился новый источник денег который гораздо более перспективный потому что он источников много так как он коммерческий да и гораздо живее интеллектуальная жизнь потому что ты не зависишь от одного заказчика да и у тебя есть возможность пойти к другим издателям которые могут рискнуть и эта система вообще она более живая более перспективная ну и более правильная и мировая практика показывает что так жить правильнее да как бы интеллект развивается лучше и вот скажем так может быть вот этот такой маленький фактор да который отражает что все-таки нам нужно развивать вот эту коммерческую составляющую потому что если ее не развить и добить издательства вообще и все перевести на государственную финансирование ну в основном советскую систему вот а кому это надо кто-то в этом заинтересован да вот а нам нужно наоборот издательства эти поднять чтобы их было больше чтобы они были крепче и тогда и библиотекам будет лучше и всем остальным да там той же книжной палаты да которая собственно говоря зависит от того какой объем вообще производства в стране да и когда он проседает даже книжная палата которая является там наполовину государственным учреждением потому что мы выполняем государственный заказ да даже на нас отражается хотя мы как бы не участвуем в коммерции вот ну вот я как бы пояснил немножко другую часть да спасибо но мы с вами приходим для одного единственного мнения что нас объединяет любовь книги и мы обеспокоены тем что к сожалению отрасль либо книжная вера либо книжная индустрия на сегодняшний момент находятся не на достаточно развитом уровне что необходимо действительно стандартизация необходим глоссарий необходимо правильное обучение подготовка профессионалов на книжном рынке и вот здесь мне очень понравился опыт коллег из Казахстана да то есть это бизнес это книжная торговля и не только диктует все требования и критерии которые нужны для подготовки профессионалов посему коллеги для всех кому это не безразлично я предлагаю оставить свои контакты исполнительному директору гильдии книжников Марине Георгиевне Харьковой вот и принять активное участие в работе секции секции пожалуйста на экране еще раз у вас раздаточный материал вот предлагаю продолжить наше и онлайн голосование и предложение и работать в рамках я бы уже сказала межгосударственного отраслевого общественного совета специалистов книжной вопрос индустрии сегодня большинство за индустрией Сергей Бакекин пожалуйста я сразу предлагаю уже практические действия понравился наш уважаемый коллега из Украины сказал что дыр надо убрать и добавить там Украину обязательно дело уже сделано обязательно я еще буквально хочу обратить ваше внимание что у нас с 2012 года работает совет книжных палат независимых государств вот здесь я вижу трое точно у нас есть мне казалось здесь киргизия должна была быть в общем короче говоря этот совет он старается как-то интегрировать свои возможности обмениваться какой-то информацией и так сказать основной нашей работы но пока во всяком случае я думаю мы будем развиваться и постараемся это делать но не все получается выходит такой сборник он выходит раз вот называется печать стран СНГ в цифрах ну в данном случае 2016 года и когда этот совет был организован в 2012 году председателем этого совета была Белоруссия и вот с Белоруссии началась вот эта началась эта работа и так сказать потом дальше все вот те страны которые были активные но к сожалению активных было не очень много это была как раз Белоруссия Казахстан и вот Россия вот очень жалко что не было Украины так сказать а то были причины короче говоря мы так сказать выпускаем вот уже это пятый сборник в этом году как раз директорствует мы председательствуем поэтому мы выпускали этот сборник ну в основном он у нас есть он в электронном виде представили на нашем сайте он есть но мы так как все-таки в этом году 100-летие мы решили мы решили вначале решили что будет только электронный в прошлом году как раз Лену и Тайне говорили но потом так как у нас все-таки год юбилей мы решили что надо сделать бумажный потому что все-таки правильно я полностью с ней согласна электронные издания хорошо электронные контенты хуже потому что контент словно не нравится а вот все-таки книга она конечно это книга это небольшая книга но она содержит очень много информации о цифрах книжно-издательской деятельности у нас и стран поэтому я вот не помню Елена Витальевна помню брали эту книгу Николай Иванович вы вчера взяли то есть просто я специально хотела сказать что все-таки на нашем пространстве какая определенная информационная интеграция есть мы существуем кстати в этом сборнике 9 стран которые участвуют вот как бы в этом сборнике я просто сейчас даже скажу это Аргения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина то есть вот это цифры вот этих стран так что это тоже очень важно по-моему очень интересно что мы все-таки сотрудничаем причем вот в статистике я считаю что это одна из основных важных важных направлений нашей деятельности спасибо вот у меня спасибо коллеги я вижу здесь у нас представители издательства МГИМО это вузовские издательства и все-таки Сергей интересно а вот ваша точка зрения я считаю что наверное тоже книжная индустрия скорее всего а вот понятие книги я думаю что книга это в первую очередь информация а вот фотография используется либо она используется в назывательных или культурных целях именно то что книга это включение информации спасибо может быть с правовой точки зрения мы бы выслушали Ромашова Владимира Николаевича как точка зрения со стороны юридической сферы добрый день уважаемые коллеги знаете по ходу рассуждений и как бы высказываний которые сегодня прозвучали у меня мысль ушла немножко как бы на другую плоскость и я задумался а вот сохранить книгу способствовать ее развитию ну и прочее прочее что вот с чем мы сталкиваемся с детства и сохраняет она как источник действительной информации ну всю нашу жизнь ведь фактически мне кажется что сама по себе книга это вот хорошо сказал вот из издательства это человечество просто по ходу его продвижения но глиняные таблички летописи и так далее потом родился вот такой технический технологический продукт который люди назвали книга и мы пользуемся этому привычен и наверное менять здесь больше особо ничего не нужно но мысль немножко другая почему ведь книга прежде всего источник информации несомненно но это источник культуры это источник образования это источник передачи знаний и для того чтобы она была как человечество передавало знания на протяжении всего и так далее сказы былины рассказы да их передавали устно устные речи сохраняла память и так далее люди научились писать изобрели чернила научились их на материальный вноситель доводить друг до друга фактически это аккумуляция человеческих знаний которые в той или иной форме будет существовать какое-то время в бумажной форме или в электронной но это рассудит человечество ведь не сохранились а рифмометры только где-то в музеях люди пользуются калькуляторами поэтому для того чтобы книга была человечество само выберет что ему нужно но мы доводим знания наших предков наших предыдущих и так далее и поэтому без помощи государства не обойтись сельское хозяйство возьмем другую да мы все молоко хлеб для чего нужно чтобы мы жили книга нужна мы проживем без этого да но она нужна как источник знаний к сожалению наверное так распорядилась экономика или что-то другое тяжело ее формировать сегодня на безубыточной какой-то основе не факт факт вернее тот что многие просто банкротятся не хватает сил каких-то ресурсов и так далее поэтому я хотел подчеркнуть следующее что без какой-то помощи государства прежде всего мне кажется три направления это учебная литература научная и может быть детская вот эти три аспекта если каждое государство стремится в этих трех направлениях поддерживать знания передавать их и наносить дальше без помощи не обойтись помощь это деньги никуда не денешься где брать деньги как респонсировать это другое дело здесь вопрос преференции налогов НДС что мучится с этим НДС уже столько лет он был сделайте 7-5-0 процентов какое-то издательство вдохнет спокойно это ему ресурсы какие-то определенные налог на прибыль преференции аренда молодому частному предпринимателю в Москве открыть магазин в центре если он хочет какую-то нишу завоевать это невозможно практически все дорого нужна рука помощь государства я буду хотела же Николаевич Галина Анатольевна может и вы скажете Добрый день Павлова Галина Анатольевна адвокатская консультация Павлова и партнера мы давние члены гильдии книжников дружим с библиоглобусом мы всегда участвуем в этих мероприятиях но мы свое мнение написали что все-таки мы полагаем что скорее всего это книжная индустрия на наш взгляд потому что слово индустрия оно охватывает в том числе реализацию книги то есть для нас как для друзей библиолога ближе именно реализация книги а что касается так скажем проблем которые вы затронули по поводу создание единого глоссария создание подготовку проектов законов это великое дело и я подчеркнула бы как раз именно миссию вот гильдии книжников и Бориса Семеновича именно в том чтобы как культурное достояние книгу сохранить и продолжить ее поэтому я думаю что действительно здесь без государственной поддержки но вряд ли мы обойдемся а государственная поддержка только через закон разумеется и какие-то основные темы которые государство должно поддерживать это образовательную тему как минимум да это ну точно нужно обращаться к государству соответственно не с протянутой рукой а уже на основании закона спасибо спасибо большое вы с нами да в работе над секцией спасибо уважаемые коллеги у вас в раздаточном материале помимо программы нашей встречи небольшие сувениры от торгового дома библиоглобус вот мы с вами говорим о книге да и о самом важном умении сохранить весь тот культурный пласт который оставили просветители я бы так не побоялась громких слов земли русской это уникальные открытки с нашими просветителями прошу обратить внимание также это уникальная марка гашение которое произошло в честь 50-летия торгового дома библиоглобус на государственном уровне почта россии и помимо этого второе гашение на женевском книжном салоне 2007 год россия почетный гость и в церемонии гашения приняли тогда азии славецкий Михаил Вадимович и экс-президент Швейцарии то есть это тоже очень приятно я думаю памятно и вам всем тем кто любит книгу и знания думаю это все будет нужно и пригодится также к 60-летию мы выпустили новые значки специалист книжной Борис Семенович книжной индустрии я думаю они вам тоже будут приятные и памятные но и вчера Владимир Викторович а и юбилейный номер журнала библиодайджест я думаю здесь тоже что-то интересное теплое вы где себя найдете вчера Владимир Викторович на премии ревизор позавчера поздравляю всех юбиляров книжную палату Московский дом книги библиоблогус читай город пожелал всем юбилярам дожить до возраста книжной палаты и все те кто поздравляют чтобы тоже мы решили мне кажется пожелание очень хорошее мы любим книгу будем созидать и главное толерантность которую будем проявлять по отношению друг к другу еще раз нас объединяет любовь к книге и позвольте эту часть нашей встречи нашу панельную дискуссию считать завершенной но она не завершается записывайтесь к Марине Георгиевне будем вместе творить созидать и продолжать интернет голосование спасибо всем за внимание я хочу сказать что в принципе сейчас в этом же помещении мы будем продолжать ну вообще есть вопросы которые мы будем обсуждать очень связаны с теми которые сегодня просвещали но это будет более практическая такая вещь потому что практические семинары которые проводят российская книжная палата связана с системой обязательной книжной палаты с библиографией со стандартами форматом то есть то о чем мы чуть-чуть уже поговорили а это практически в каком состоянии сегодня ты находишься и что делает российская книжная палата